Добрый день, дорогие друзья! У нас недельная глава Ваишнах. Ваишнах основная, не единственная основная, но, конечно же, очень значительная история. То, что называется Крият Ямсуф, разрыв моря, Красного моря, еврейский народ проходит в море чудесами и все египтяне остаются в море, еврейский народ выходит и тут все вместе поют песню. Шират Аям. Каждый день еврей в молитве в псуке де земра говорит Шират Аям. И мудрецы говорят, что тот, кто говорит Шират Аям с вниманием, он является как Бен Аулам Аба. Ему обеспечен грядущий мир. Что интересно, что после того, как Тора нам описывает, как евреи пели песню Всевышнему благодарность о великом чуде спасения от египтян, разрывания моря и так далее, после этого написано, что Мирьям, сестра Мушерабейну, собирает женщин и говорит им, давайте мы тоже споем. И что она им предлагает спеть? Ширу ля Ашем, кигао гаасус, варухво рамабаям. Давайте споем песнь Всевышнему, что возгордился над лошадьми и их всадников потопил в море. Интересная вещь. Из всей песни, которую пели евреи до этого, Мирьям выбрала именно этот отрывок петь Всевышнему. Именно этим отрывком она завлекала женщин присоединиться к ней с песнями. И Тора подчеркивает, что Мирьям взяла бубен. Женщины взяли бубен, который они вынесли из Египта для того, чтобы петь. Почему именно бубен? Что здесь за инструмент такой интересный? Неужели нету какого-то другого инструмента, с которым можно спеть песнь Всевышнему? Ответ на это очень интересный. Мирьям увидела, что женщины не очень восхищаются чудом, которое произошло. Они не очень участвуют в радости и в песне вместе с еврейским народом. И она их спросила на эту тему. Что вы считаете? Что происходит? Почему вы недостаточно как-то не эмоционально участвуете в этой песне? Сказали женщины Мирьяму. Что ты удивляешься? Все очень понятно. Куда мы идем сейчас? Мы сейчас вышли из Египта получать Тору. А у кого митцва учить Тору? У мужчин? У женщин нету митцвы учить Тору. А если у нас нету митцвы учить Тору, что нам радоваться? Сказала Мирьяма, дорогие женщины, вы ошибаетесь. Когда лошади вошли в море, и Всевышний потопил ихних всадников с лошадьми вместе. Скажите, пожалуйста, дорогие женщины, за что лошади были потоплены в море? Ведь они же не были против евреев. Они не хотели знать еврейскому народу. За что они получили такое наказание? Очень просто. Они были те, которые несли всадника, который хотел навредить еврейскому народу. И за это они получили такое наказание. Дорогие женщины, это правда, что евреи, что мужчины, те, которые обязаны в митцве учить Тору. И это правильно, что женщины не обязаны в этой митцве. Но как мужчины будут учить Тору, если вы их не будете поддерживать? Если вы их не будете подталкивать? Ведь вся Тора, которая у них будет, это же прямое отношение к вам. Это же прямое отношение, это ваша Тора, точно так же, как и вашего мужа. Точно то же, как всадник ехал на лошади. То же самое, вы вместе с мужем его Тора, она ваша общая. Вы вместе с этой Торой. И поэтому есть полное равноправо в этой песне и у женщин, и у мужчин. Несмотря на то, что у женщин нет митцве учения Тора. И тем самым можно понять, почему Мирьям взяла именно бубен. Бубен, то, что называется ТОФ, ТОФ это барабан, тоже написано в Торе, ТОП-ТУПИМ. Барабан это инструмент, который не играет в первом ряду. Это инструмент, который играет на фоне. Всегда на фоне, он не ведущий. Женщина всегда на фоне. Женщина ведет своего мужа. Муж, любой мужчина, какой бы он великий не был, или наоборот, это все идет от его жены. Его жена, она та, которая выращивает своего мужа. И как же, как же, можно забыть историю, можно не забыть историю пророга Акива и Рахель, его жена. Рахель была дочь Кальба-Савуа, одна из богатейших людей Иерусалима. Было три самых богатых евреев в Иерусалиме. Один из них, это был Кальба-Савуа. Дочка его была Рахель. Она встретила рабе Акива, когда он был пастухом. Пастух, это считалось самая неуважаемая работа в то время. Но она увидела в нем хорошие качества. И она его спросила, если ты пойдешь учиться, я готова выйти за тебя замуж. Ты пойдешь учиться? Он сказал, что да. Кальба-Савуа узнал, что этот брак будет состояться. И он понял, что рабе Акива ничего в Торе не знает. Элементарные вещи он не умеет. Простые, простые вещи совершенно. Мишнахат, одной какой-то закон, не знает ничего. Просто ничего не знает. Как можно взять такого жениха для его дочери, когда в очереди стоят самые уважительные люди, чтобы жениться на этой Рахель? Он отлучает Рахель от всего его имущества. И рабе Акива с Рахель после свадьбы идут спать в сарае, в конюшне. Там они лежат на сене, и ничего нету, нищета, ничего нету. Утром они встают, и Рахель ожидает, что наконец-то рабе Акива, ее муж, пойдет учить Тору. Что оказывается? Рабе Акива встает утром и говорит, я не пойду. Что значит не пойду? Я все отдала для тебя. Как ты не идешь учить Тору? Но Рахель, она была настоящая еврейская женщина. Она поняла, что у нее сейчас есть миссия, и она пройдет эту миссию удачно, максимально. Она поняла, что надо ждать. Запомните. Нельзя давить на мужей. С мужьями нужно спокойно. Не давите на ваших мужей. Это не помогает. Итак, спустя несколько лет, когда уже ихний сын должен был идти учиться в Хейдер, в Талмуд Тора, в школу, тогда она ему сказала, ну, уже твой сын идет учиться, а ты не идешь. Говорит, как я пойду? Буду вместе с ним на скамеечке сидеть в первом классе? Меня же все обсмеют. Рахель ему сказала, Акива, дорогой, я тебя прошу, сделай мне, пожалуйста, добро. Возьми осла, насыпь на него землю и посади на нем дерево. И пойдем на рынок, прогуляемся. Выходит на рынок и все видят осла с деревом на горбе. Все смеются, ха-ха, хи-хи, ха-ха, хи-хи. Вот Акива идет с ослом с деревом. На следующий день Рахель говорит, Акива, пожалуйста, возьми меня еще раз на рынок, я хочу что-то купить. Возьмем с собой вместе осла с деревом. Проходит второй день с ослом с деревом. И уже хи-хи, ха-ха, уже не такой сильный, не такой громкий. Тут и там есть еще чуть-чуть подсмеиваются, но уже не как в первый день. На третий день она попросила еще раз пойти с Акивой на рынок и опять же взять с собой этого осла с деревом. В тот момент никто уже не смеялся, никому дела не было. Пока кто-то выскочил и ха-ха-ха-ха-ха-ха, так ему сказали, что ты смеешься, это вообще не смешно, это уже вы привыкли к этому, это уже раби Акива здесь ходят с этим ослом, мы все знаем. Тогда, когда они вернулись на третий день на бой, она сказала своему мужу Акива, дорогой мой, так же, как смеялись над этим ослом, три дня, то же самое будет с тобой. Один день посмеются, два дня посмеются, все, после этого смеяться уже никто не будет. А ты будешь там, говорит Ха-ха-ха-ха, ты будешь большой мудрец, ты сможешь. И так и было. Рога Акива пошел вместе со своим сыном и со временем он уже быстренько наверстал то, что ему не хватало и пошел учиться у самых великих мудрецов того поколения, пока он не вернулся домой спустя 24 года и вместе с ним 24 тысячи учеников, 24 тысячи учеников, которые не отпускают раби Акива из глаза, все время идут за ним. Вы понимаете, о чем идет разговор, о чем идет речь? Вся наша устная Тора, она по мнению раби Акива. Раби Акива приравнивается к Мошер Абейну, что Мошер Абейну дал нам письменную Тору. Конечно же, он нам дал тоже и устную, но разобрать устную Тору, расширить ее, это раби Акива. И за счет чего? За счет Рахель. Дорогие женщины, ваши мужья могут быть раби Акива, каждый на своем уровне, но только благодаря вас. И это то, что мы учим из песни Мирьям. Всего хорошего и удачи во всех делах. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,